Вы слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ваш киномузыкальный радиогид Александр Филатов и моя субботняя культурно-подъемная программа «За чашкой кофе». Это значит, что в эфире вас ждут новые встречи с творческими людьми. «За чашкой кофе» Сначала поговорим о региональном кино. В последнее время ульяновские энтузиасты важнейшего из искусств регулярно радуют нас своими премьерами. Вот и 6 июля в 17 часов в кинотеатре «Люмьер» состоится показ новой короткометражки «Мусор», снятой местными кинематографистами из, как они сами называют свое неформальное творческое сообщество, киностудии «Её фильм-продакшн». Так возник повод к нашему разговору не только, собственно, о фильме «Мусор», но и о проблемах и перспективах местного кинодвижения в целом. Беседую с продюсером «Её фильма» Юрием Топчьяном и режиссером «Мусора» Дмитрием Дворцовым. Тема экологии уже меня волнует давно, еще где-то, вот мне было лет 15, наверное, я ездил на природу с друзьями и постоянно наталкивался на такую тему, что везде очень много мусора повсюду, не пролазано, никуда не проехать. Даже, бывало, приезжали на побережье, на песок, там много бутылок после вечерних всяких там развлечений было, приходилось закапывать чужой мусор. И эта тема, она отложилась как бы во мне и постоянно меня мучила, особенно когда вот после зимы идешь по улице, и везде разбросан мусор. В Урлянске постоянно было очень много мусора раньше, там и свалки большие, и все, эта тема была этого города, можно сказать, мусорная. Решили придумать вот как чиновник. На должность ставят, и он сам по себе такой обычный человек, как и мы все, где-то бросит мусор мемурный, где-то себя вел так жестковато, а потом его как бы судьба начинает сталкивать с этим же мусором, который вот во дворах валяется, он как бы ездил всегда на машине от подъезда до работы и не замечал мусора повсюду, ну как бы дороги, трассы, это все убирают. Сами дворы он не погружался в эту тему целиком. И в один из моментов он начинает как бы уже окунаться, когда идет на работу мимо двора. Он осознает величину проблемы, мусор его преследует, окружает. Мусор как на вождении. Да, вот именно как на вождении, он за ним везде, он его как будто бы преследует, он уже даже ругается уже на это, что повсюду мусор, он не понимает, откуда вообще может быть столько мусора. Я знаю, что этот фильм недавно принимал участие в программе нашего кинофестиваля Валентины Леонтьевой, в программе регионального кино. Да, он вошел в шорт-лист, к сожалению, награды он никакой не получил. Но гости оценили. Да, гости оценили и, в принципе, оценили не только на нашем Ульяновском кинофестивале, но и на Всероссийском кинофестивале. Там оценили и как фильм, как игру актеров. И вот девочка, которая исполняла у нас роль главной героини Миланы Калиниенко, она получила приз за лучшую детскую роль до 14 лет на Всероссийском этом кинофестивале. Но это же не первая работа, да? Насколько я понимаю, были и другие. Были и другие. На самом деле вообще кинофильм «Мусор» у нас рождался на полтора года. То есть мы целый год сначала обмусоливали сценарий, он претерпел очень много изменений. Мы ставили совершенно разные проблемы. В итоге вот решили сделать так, как вот в итоге сделали. Нам показалось тоже, что это более актуально, более современно. В принципе, у нас в кинокомпании это уже десятая короткометражная работа. До этого Дмитрий Дворцов у нас дебютировал в коротком метре «Рыбка». Люди уже посмотрели, тоже оценили, где дети спасают, скажем так, от жестокого рыбака отца. Рыбку, которую он постоянно вылавливает, хочет есть. То есть тоже там заложен такой смысл, что нужно все-таки беречь природу. И опять же, там возникает как бы такой конфликт между родителями и детьми. В обоих фильмах прослеживается такая нить у Дмитрия. Мы же обычно привыкли к проблемам отцов и детей смотреть с того ракурса, то, что дети якобы хуже своих родителей. А в фильмах Дмитрия получается наоборот, то, что дети, они лучше своих родителей. Нет, дети всегда должны превосходить родителей. И они, получается, то, что либо учат, либо дают толчок к совершенствованию своих родителей. Вот эта трансформация героев, она происходит благодаря детям. И это очень интересно. Вот вы не первые представители регионального кино, которые здесь в этой студии приходят. Как сейчас живет вот эта отрасль? Сама культура кинематографии влилась в наш город. И все больше и больше и молодежи, и уже, скажем так, постарше людей. Они как бы собираются в какие-то команды, в какие-то продакшены, растут. Плюс ко всему, конечно, помогает и сам кинофонд, который старается организовать какие-то обучающие курсы бесплатные. Предоставляет какие-то площадки и прочее. Но на самом деле с кинематографом у нас в городе очень тяжело. В плане чего? В плане финансирования. И поэтому все как-то сами стараются. А вот есть желающие участвовать в этих проектах на, скажем так, волонтерской, по сути, добровольной основе? Много желающих? Потому что все же понимают, что не оплачивается. По сути, свои проекты некоммерческие. Все наши фильмы, вот 10 короткометражек и одна пилотная серия сериала и полный метр, все сняты абсолютно бесплатно на полном энтузиазме. И там не только, скажем так, вот люди, которые с улицы ни разу нигде не играли. Там есть и люди, которые играют в молодежном театре и прочее. Они приходят сюда, в общем, снимаются. Потому что, ну, на самом деле это интересно. И, скажем так, в некоммерческих проектах тоже есть как бы свои плюсы. Потому что... Это самореализация. Самореализация, да. Там можно что-то сделать не под диктовку, потому что, ну, как бы тебе не платят, поэтому можно показать себя. Что вы ждете вот от этой деятельности, от съемок? Что ваши фильмы будут идти в широком прокате по всей России? Что из короткометражных они впоследствии станут полнометражными? Как видится вот это дальнейшее развитие этой деятельности здесь, в нашем регионе? Мы снимаем фильмы вот наши для того, чтобы их все-таки заметили. Потому что, общаясь вот с именитыми режиссерами, которые приезжают сюда, и Александр Кот, и Владимир Хатиненко, они говорят, что первая работа должна быть хорошая, короткометражная. Мы как бы стремимся делать, даже несмотря на то, что у нас там не хватает оборудования, мы пытаемся все-таки сделать хорошо, как можем, из того, что у нас есть. Чтобы нашу работу заметили и все-таки оценили и дали нам толчок. Потому что первая работа режиссерская, вот эта кометражка, это как раз как твой билет, можно сказать, в кино. И очень важно отправлять твои фильмы на фестивали. Сейчас фестивали много. Сейчас очень много фестивалей, очень много вообще разных, и любительских, и нелюбительских. Вы их отслеживаете. Да, ездил в интернете. И это очень важно, как можно больше снимать. Потому что я вот когда снял фильм «Рыбку», я показал ее как раз Андрею Мерзликину, актеру. Посмотрел с семьей, сказал, что хорошо все, но он сказал, надо как можно больше снимать. Снимать и постоянно, чтобы не было вообще свободного времени, чтобы ты постоянно усовершенствовал, ты видел ошибки, ты жил этим, чувствовал как бы. Это как еда твоя должна быть. Почему бы не поправить себя в режиссуре? Откуда вот это вот желание? Как раз есть истории постоянно, и истории все лезут, как бы сказать, из детства вот эти поднимаются, какие-то проблемные. Если рыбка, это там, допустим, все это было на глазах у нас. Вот я с сестрами, постоянно отец рыбак, он постоянно всю жизнь рыбачит. Кругом это рыба повсюду, это разделка рыбы. Жалко. Жалко, невыносимо. Я человек такой, я животных люблю, неважно кто это, рыба, муравей, насекомые, всегда жалко, душа есть душа. И когда вот отец приходит и на живую режет рыбу, для нас это было просто шок, и мы ее выпускали. В последнее время мы стали ему говорить, не надо убивать живой, пусть она умрет, ее в тазик вот положи, вот она дня 34, не умирает. Мы ему говорим, ну тогда надо выпустить. И вот мы стали выпускать рыбу. И тут как раз возникла идея, почему бы не снять на эту тему фильм. Ребят, он опять рыбу принес. Надо ее выпустить утром. У меня завтра контрольная по физике. А у меня пробник по ЕГЭ. Да ладно, что может пойти не так, делов-то? Ну да, ну да. Сейчас вот отец уже как бы приходит с рыбалкой, он уже посмотрел ваш силен и к рыбе относится лучше. Да, он сам уже берет тазик ей, наливает, кладет рыбу и ждет, пока она умрет. Потому что знает, что ему живой уже не дадут ее убить, и он сам уже понимает, что произошло переосознание вот этого всего. Мы дали толчок вот этому, получается, дети, чтобы отец, можно сказать, перевоспитали отца, какую-то духовность. Это волшебная сила кинематографа. Да, вот волшебность. Как говорил незабвенный герой Андрей Миронов в фильме «Человек с бульвара Капуцинов. Большой энтузиаст и подвижник кино». Видимо, в кино надо быть энтузиастом и подвижником, да, особенно когда это дело, как у нас в регионе, еще как у мистера Феста, в «Человеке с бульвара Капуцинов» на ранней стадии своего развития, да. Без энтузиастом, ну, никуда. Все мы помним прекрасный пример, да, «Брат», «Брат 2», который снят также без копейки. Даже недавно приезжал же вот тот же самый Сухорухов, да, он же рассказывал то, что он снимался в кадре в трусах, которые сшила ему сестра. То есть не хватало денег даже на одежду актером, не то что на реквизит. И какой фильм получился. И возвращаясь к теме, что мы хотим от нашего, от того, что мы снимаем, лично я, как основатель ее фильма и мои подвижники, которые остаются в нашей компании, наша главная цель – это открывать именно в нашем регионе таланты и делать так, чтобы фильмы снимались именно у нас, а не так, чтобы мы здесь сами профессионально вырастим и уедем куда-нибудь в Москву, в Петербург, там, в Голливуд. Нет, мы не хотим никуда уезжать, мы хотим снимать здесь, мы хотим снимать про Ульянск, мы хотим снимать про ульянских людей, мы хотим показывать у нас прекрасный город. Потому что даже москвичи, приезжающие в Ульянск, они говорят, как у вас здесь просто замечательно, у нас таких декораций нет нигде. Когда снимаешь в нашем регионе, это очень красивая картинка. Даже вот в коротком метре мусор, несмотря на мусор, наш оператор Александр Четверкин, он показал красоту города без мусора. Там есть такой контраст, то, что куча мусора и красота города. Вон, уже Волгу видно, осталось совсем немного. Ура, я как раз проголодалась. Видишь? Вот вы и идите на свою Волгу, а я здесь остаюсь. Милана, ну что, побежали? Да. Пап, тут столько мусора, что он нас скоро проглотит. Наша планета будет называться не Земля, а мусорка. Я даже с собой заметил, что после того, как мы сняли этот короткометражный фильм, я раньше мог там погрешить, незначительно на дорогу выкинуть. Сейчас нет, я сейчас могу, допустим, обертку от шоколадки весь день в кармане проносить, пока мусорка не найдут. То есть, воспитывает фильм, и это замечательно. Конечно, хотим и мировой прокат, кто же не хочет. Цель, конечно же, и полный метр. Ну вот, мы сняли «Холодную месть», полный метр. Да, и два года у нас все еще идет постпродакшн, потому что это тоже все очень тяжело оказывается. Полный метр. Одно дело снять, другое дело постпродакшн, озвучить и прочее. Озвучить, покрасить. Покрасить, да, это оказывается очень долго, потому что там все-таки не 15-20 минут, а там все-таки 192 минуты. И уже есть договоренно с другими городами, что там его покажут. Пускай мы за это ни копейки не получим, но зато другие города увидят Ульяновск, пускай и криминальные, но увидят. Ну, криминальные, потому что фильм криминальный, да. На самом деле, наша кинокомпания, официально, конечно, мы не зарегистрированы как кинокомпания, а так как творческое объединение мы себя называем. У нас режиссеры собраны разносторонние, у нас есть любители природы, у нас есть, скажем так, люди, которые хотят снимать криминал. Есть люди, которые хотят снимать просто драму, у нас есть люди, которые хотят снимать, ну, просто какие-то легкие фильмы. Есть люди, которые хотят смотреть про тракториста, а есть люди, которые хотят смотреть про банкира. Единственное, в чем есть проблематика сейчас в нашем русском кино, по сравнению с советским, да, непревзойденным кинематографом, А то, что у нас сейчас в основном пытаются показывать вот это все, сливки молодежного общества, коррупцию показывают и прочее, то есть на негативе они пытаются выйти. Чем это отличается от советского кино? Любое, берем советское кино, там все построено на позитиве. Даже если это драма, все равно это позитив, там восхваляется каждая профессия, там начиная от дворника. Этого не хватает сейчас в российском комбинаторе. Человечности, я бы с удовольствием сейчас пошел, посмотрел фильм про комбайнера. Это будет лучше, чем я буду смотреть про какого-то там коррумпированного полковника полиции. Я лучше посмотрю про комбайнера, который утром встал, пошел, свой комбайн обслужил, поле вспахал, молочка попил и сидит дома с детишками играет. Это будет гораздо лучший фильм. Но это опять же мое мнение. На согласии мне тоже ближе, наверное, темы, связанные с той же экологией, с рыбами, с мусором, потому что это более человечная такая история. И напоминаю, что 6 июля состоится премьера фильма моих гостей. Фильм называется «Мусор». Премьера состоится в кинотеатре «Люмьер». Кстати, вот это название «Мусор» не пугало оно вас тем, что, ну, какой-то антибренд немножко. На самом деле мы думали об этом. Но почему мы взяли именно название «Мусор»? Потому что до этого мы снимали нашумевший такой криминальный фильм «Должник». И следующий фильм выходил, опять же, от нашей компании «Ю фильм». И мы его назвали «Мусор». И многие думали, что это опять будет какой-то криминал. И то, что мусор – это как бы сленг. И это был бы такой пиар-ход для привлечения внимания больше. Не думали, что там наш фильм будет таким плохим, что он будет мусором. Опять же повторюсь, что сейчас весь российский кинематограф, он поднимает проблемы, которые уже всем надоели. Кино должно поднимать проблемы, но более человечные, более глобальные. И если мы будем следить за экологией, за культурой, если мы будем восхвалять людей разных профессий до «Дворника», кстати, следующий фильм будет про «Дворника». «Дворник» – это очень хорошая профессия, да. То у нас и коррупция исчезнет, и вот это вот все вот прочее исчезнет, потому что все начинается с мелочей. Кино не только должно поднимать проблемы, но и должно поднимать дух в каком-то смысле. В финале нашего разговора я всегда прошу гостей что-то пожелать. Благодаря тому, что западные фильмы от нас наконец-таки ушли, и у нас есть возможность снимать нормальные душевные фильмы. Сейчас все больше и больше государство готово финансировать на фоне каких-то там конкурсов, каких-то грантов, да, то есть соревновательность над этот дух. Сейчас возможностей гораздо больше, чем в том же самом 2017 году, что можно пойти, получить грант и снять свой фильм. Найти команду даже в регионе. У нас в регионе уже, ну, практически есть полная команда, чтобы снять короткий метр. Вот что-то там в команде не хватает, чтобы снять полный метр, да. Но короткий метр у нас уже есть команды, у нас есть киносообщество. Поэтому те, кто хочет снимать, что им я могу сказать? Перестать говорить «хочу», а начать говорить «я пойду и сделаю». Брать, идти и делать. Самое главное – это не бояться снимать, объединяться, потому что очень много людей, которые хотят снимать, но они, допустим, боятся или не уверены в том, что они могут что-то сделать. Надо брать, снимать друзей, еще кого-то на телефон, неважно. Стараться как бы совершенствоваться. Будет вот эта вот возможность пробиться. Сейчас, тем более, очень много всяких разных фестивалей, и любительских, и лучшие там видео, снятое на телефон. Главное, как бы, научиться снимать. К мечте нужно идти. Всегда, и она обязательно сбудется. Главное – снимать не ТикТок, а нормальный фильм. У нас будущее есть, как говорится, у Ливуду быть. Сегодня в гостях были представители нашего местного регионального кинематографического сообщества. Продюсер кинокомпании «Её фильм продакшн» Юрий Топчиян и режиссер Дмитрий Дворцов. С вами Александр Филатов. Мы продолжаем нашу утреннюю бодрящую радиопрограмму «За чашкой кофе». Теперь поговорим о русской песне. Сразу скажу, что разговор будет не совсем обычным, даже в некотором смысле почти выездным. Дело в том, что в начале июня в Сочи прошел международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона, завершившийся в День России грандиозным галоконцертом на сцене Зимнего театра. По традиции, в качестве гостей и члена жюри Ульяновскую область представил и я. И сегодня мне хотелось бы поделиться с вами фестивальными впечатлениями и фрагментами. Как все-таки здорово поют участники. По вагонам, под засовы замки, закрывая невидимый воздух, лишь горят на груди побледневшие желтые звезды. И любой атеист в этот миг разговаривал с Богом. Я тихим стоном от незнания и страха, теряя надежду и разум. Но с прибытием стало понятно все быстро и сразу, Когда черный конвой сапогами выкрикивал фразы по вагонам. И вывод один, мы в небо летим, и все как они превращаемся в дым. И вывод один, мы в небо летим, и все как они превращаемся в дым. Ты иди, крылатый ветер, над морями, над землей. Расскажи ты всем на свете про любимый город мой. Всем на свете победой, как на Крымских берегах. Воевали наши деды и прославили в боях. Легендарный Севастополь неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков. Участниками фестиваля стали три десятка исполнителей из разных регионов нашей страны и СНГ. Программа «Красные гвоздики» была наполнена конкурсными прослушиваниями, концертами, встречами с известными композиторами и музыкантами. Гран-при фестиваля получил Арсалан Иванов из Иркутской области с песней «Встанем». Лауреатами первой степени стали Дмитрий Кравцов с песней «Березовые сны», Александра Трожкова с песней «Русь» и Артем Орлов с песней «На глазах у Бога». «Земля моя, я сын твоих берез, березки белые от пуль я уберег, что мы вечно сильны с родины моей березам и сны. Я знаю то, что ангелы со мной, и в небеса одна дорога. Но чтобы ты не сделал за спиной, все на глазах у Бога, на глазах у Бога». В рамках фестивальной программы состоялся также международный пленум композиторов-песенников, на котором были подняты вопросы перспектив развития отечественного песенного искусства и создания суверенного песенного продукта. На нем выступили известные авторы-песенники нашей страны и ближнего зарубежья. Нас не нужно убеждать, чтобы мы писали патриотические песни, потому что мы все воспитаны, все здесь сидящие, воспитаны на лучших песнях, которые мы слышали с самого своего рождения, и которые даже если бы мы их не слышали, они все равно в нашей крови. Это уже как бы генные дела. Это то, без чего каждый из нас не может свою жизнь представить. Всегда, каждый раз, когда слышишь замечательные песни, песни, написанные в 20-м столетии в Советском Союзе, в России, в Белоруссии, на Украине, в многочисленных республиках нашего Советского Союза, это самая драгоценная часть этой песни. Человек рождается с песней, с мелодией. Песня – это музыкальный и литературный жанр, который составляет вообще основу профессионального музыкального искусства. Не зря Михаил Иванович Глинко сказал о том, что мы, композиторы, мы не сочиняем музыку. Музыку сочиняет народ, а мы, композиторы, ее аранжируем. Поэтому самое главное в песне – это...